Добро пожаловать в очередное обучательное видео по манипуляции реальностью. В этот раз мы поговорим о такой штуке, как перспектива. Нет, я сейчас не имею в виду ваши будущие перспективы в жизни, потому что зачем говорить о том, чего нет? Глупо как-то. Я про перспективу в графике. Видали, как исказилось? Я хуею. Что это значит? Вот я сделал замечательное фото дороги с щитом, на котором реклама сосисок. Кстати, дресня полная, отравился и блевал два дня, никому не советую. Так вот, я хочу, что вместо этого на улице рекламировали что-то социально полезное. Я считаю, нам не хватает немного уважения к прогрессивным взглядам, а именно анонса ежегодного парада в Киеве. Натуралу по ебалу, прекрасно. Необходимо сделать грамотную композицию. Имея фото с таким ракурсом, это не составит труда. Достаточно просто переместить и уже выглядит приемлемо. Но что вы скажете на такую казусную ситуацию, когда не все так однозначно в перспективном плане? И если бы я был зеленым дурачком, то результат получился бы таким. Ну или в крайнем случае таким. Все потому, что я еще не знаю, как манипулировать перспективой. А это один из тех элементов базовых знаний в графике, по которому можно отличить руку Позера и Додика от руки великого художника и профессионала. В данном случае все можно решить, нажав Ctrl-T, что позволяет осуществлять трансформацию и с зажатым Ctrl-ом натянуть ее по углам. Кстати, для этого существует лайфхак. У нас в среде профессионалов для того, чтобы каждый раз не перенапрягаться и не зажимать Ctrl, делают следующее. Берут небольшой гвоздь, гвоздик, да, и вбивают его намертво к клавиатуре. Таким образом, мизинец левой руки полностью освобождается от необходимости что-либо зажимать. И теперь его можно использовать для более важных дел. Например, писать рэп-тикста на телефоне, пока вы будете обрабатывать фотографии. Опа, как будто так и должно быть. Хотя на самом деле должно, я считаю. Здесь главное понимать, как работает трехмерное пространство. Все, что находится ближе, визуально больше. А то, что дальше, меньше. Соответственно, если такой объект, как рекламный щит, повернут боком, значит одна из сторон будет казаться больше, несмотря на то, что на самом деле они одинаковы. Пф, как будто пятилетнему личину с усумственной отсталостью объясняю, да? Кроме этого, нужно еще понимать, под каким углом мы смотрим на объект, что точно так же влияет на визуальную величину сторон, только на верхнюю и нижнюю вместо левой и правой. То есть мы мыслим 3D-пространством с тремя осями координат x, y и z. В профессиональной среде графики его обычно называют хуяндук. И если вы способны ориентироваться в системе хуяндук, то вы уже недосягаемы. Можно сказать, что дипломированные архитекторы и художники должны вставать на колени перед вашими навыками. Молчите, бляди, я принцесса. Ой. Кстати, да, если вы не знали, фотошоп умеет работать с 3D-объектами, и к этому мы сегодня еще вернемся, но пока стоит укрепить в своей дурной голове ранее озвученную информацию. А для этого прекрасно подойдет мое следующее фото с рекламой стройматериалов. Бетон, керамзитобетон, да кому нахуй всрался ваш цемент, Галимы? Я намного лучше бетон намешиваю. Давайте заменим этот срам на политическую агитацию по-настоящему народного депутата Александра Шляпика. Точно так же растягиваем по углам первый и второй баннер. Со вторым возникает небольшая проблема. Как вы видите, здесь есть еще и веточки, которые должны быть видны. Как я показывал полгода назад, чтобы это легко решить, нужно сделать выделение по одному из цветовых каналов, найти наиболее контрастный из них, с помощью уровней довести контраст до предела и сделать из этого маску. Немного ручной работы по удалению мусора вместе с затемнением, для того, чтобы веточки гармонично смотрелись. И в целом у нас выходят только европейские ценности, то, что нужно. По поводу теней, цветов и прочей чепухи вы можете узнать в других моих видео по фотошопу. Но я, если честно, не хотел бы, чтобы какие-то лохи порочили своими просмотрами эти киношедевры. Ну что ж, теперь можно объединить все в один слой и добавить немного солнышка. Тут уже будет сложновато. Опять переходим в цветовые аналы, ой, каналы. Проворачиваем то же самое, только теперь нужно сделать так, чтобы вот эти деревья контрастировались с небом. Также создаем маску, делаем новый слой, чтобы фон не пропал. Инвертируем ее. И если зажать Alt и кликнуть по этой самой маске, то откроется какая-то страшная хуебесина. Именно так выглядит альфа-канал во всех цивилизованных программах, где черным цветом обозначается все прозрачное, а белым не прозрачное. В данном случае меня интересуют только деревья, поэтому все остальное я закрашиваю черным. Теперь у меня есть отдельный слой с ветками, и я хочу, чтобы они реалистично перекрывали свет. А само солнце я эмулировал следующим образом. Нажал на создание градиента, и вместо линейного выбрал пухлый. Разместил в желаемом месте и открыл настройки цвета. Как мы знаем, солнце синего цвета, поэтому ставим что-то среднее между синим и голубым. Выглядит отсосно, но это исправляется изменением параметра наложения на скрин. И смотрите, вот теперь, если я закину его на слой пониже, то деревья закрывают свет. Конечно, немного света просачивается, поэтому все равно нужно оставить копию солнца сверху и чутка покувыркаться со степенью прозрачности. Все еще выглядит как кал, согласен. А как насчет того, чтобы сгенерировать солнечные лучи? Заходим в тот же градиент и выбираем надстройку с шумами. Здесь нужно немного порезвиться с ползунками, чтобы было видно только белый и черный цвет. Ну и нажать рандомизе, чтобы они нормально распределились. Бля, надо вспомнить, куда я свет поставил. Тоже меняем параметр наложения на скрин и делаем копию поверх деревьев. После ручной рихтовки и заигрывания с ползунками, вы можете лицезреть вот такую ослепительную красоту. И это я еще одной ногой мышкой управлял, попрошу заметить. Перед тем, как перейти к более сложному инструменту, я покажу еще один снагсшибательный трюк. Смотрите, вот такое замечательное фото я сделал, но мне оно кажется слишком уж обычным. Чтобы исправить эту неурядицу, я выделяю нижнюю часть изображения. С помощью комбинации Ctrl-J создаю из выделений новый слой. И теперь с зажатым Ctrl-ом, а также Shift-ом, увожу правый и левый нижний угол к центру для создания иллюзии обрыва, так скажем. Конечно, из-за этого теряются куски, но мы же с вами не дурочки и знаем о куче способов восстановления изображения. Например, Shift-F5 по выделенной области для того, чтобы фотошоп сам все заполнил. Идеально. Для более сильного эффекта можно слегка затемнить, видите, после выжигания линия перелома становится более выразительной, или добавить слой с затемнением. И какую-то интересную деталь, например, свисающего мужика в смокинге. Ой, прошу прощения, у него между ног что-то лишнее, надо обрезать. Я, конечно, извиняюсь, но как сильно хочется побыть на его месте. Это можно проделать с любым изображением, снятым под острым углом. Стоит только добавить ваше полупрозрачное фото, и вы уже гарантированно получите свои 10 тысяч лайков в Инстаграме. Но это еще не предел. Есть вариант еще покрасивше. Сделать квадрат, отразить его копию по вертикали, повернуть на 90 градусов, и вырезать все, что находится слева от диагонали. Ух, мы получаем почти что совершенство. Я бы даже сказал, почти что блок из Майнкрафта. Если вы покажете это своим знакомым, или еще хуже, перед этим прифотошопите себя еще, то с вами, скорее всего, больше никто не будет общаться. Используя такую трансформацию, можно реализовать любые задумки. От простых композиций, таких как превью этого видео, до очень сложных. К примеру, засунуть под тонированное стекло машины на скоростях гуся в очках. Однако, бывают такие сложные случаи, когда обычной трансформации недостаточно. Так как фотошоп все сводит к манипуляции с четырехугольником. Для этого и существует такая штука, как перспектив ворп. Тут надо вот такими квадратами очертить грани нашего объекта. В данном случае, блок земли из Майнкрафта. Когда крайняя линия находится на стыке с другой гранью, они склеиваются и образуют единую конструкцию. По окончанию нужно переместиться в ворп, ну или нажать Enter. Ой, блять, извиняюсь, я в GTA San Andreas случайно играл. Как вы видите, теперь мы можем наблюдать настоящее чудо иллюзии трехмерности в двухмерном пространстве. И это можно использовать таким образом, каким вы себе просто представить не можете. Но для этого вам нужно подготовиться. И лучший способ это позаниматься чем-то другим. Например, видеографией. Хотите научиться делать такой же улетный монтаж, как я? Тогда сейчас самое время вспомнить про редактор видео Movavi. Тем более, что в этот раз появилось более интересное предложение. У них на сайте, кроме самого редактора, можно купить еще и наборы эффектов по очень заманчивой цене. Это такие паки с разнообразными анимациями и переходами. Я вот выбрал научную, фантастику, блокбастер и, конечно же, бьюти-блог. Чтобы вы понимали, как сильно это упрощает жизнь видеоблогера, я могу просто перетащить заставку и вписать свой текст. Кроме этого, они содержат в себе готовые эффекты с прозрачностью по типу такого. Остается только снять красивый видеоблог. Всем привет, зайки. Вы уже давно просите меня записать это видео и, наконец, время пришло. Что же находится в моей сумочке? Как вы знаете, я встаю на работу очень рано и часто бывает даже не успеваю навести утренний мейкап. Поэтому у меня в сумочке первым делом всегда... Блядь. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. Я бы лично подписался после такого. А если вы используете промокод MADSKILLS, то получите скидку в 30% на эти наборы эффектов, а также пакет программ Movavi с видеоредактором, на котором я монтировал бьюти-блог. Если вы хотите красиво начать заниматься блогерским непотребством, то это именно то, что вам нужно. Так что переходите по ссылкам и примонтируйте свое лицо к небу. Так вот, внимание. То, о чем я говорил. Искажение перспективы. Его можно использовать для того, чтобы... Изменить перспективу изображения с вашим гаражом, чтобы продать на Алито подороже. Посмотрите, какой большой на фотке. Ну или там, внести поправки в архитектуру узбекского хлеба, или подогнать какой-то объект под любое фото. На самом деле, не особо много применений у этого мне удалось обнаружить. Я вот единственное прикольное, что нашел, так это искажение текста. А мы плавно переходим к самой главной части этого видео. Настала моя любимая пора года. Весна. Уже распустились прекрасные бутоны вишни. А это значит, что говно и грязь скоро замаскируются под зеленью, и на улицах будет красиво. Но что же делать, если вы, как и я, уже неделю не можете выйти из дома, потому что вас закрыли на ключ, и вам приходится пить ржавую воду с под крана и есть бумагу. Не беда. Фото, сделанное дома, всегда можно преобразовать так, будто вы действительно выходили на улицу. После добавления вашей скромной персоны в проект, мы открываем целый новый мир с помощью горячих клавиш Alt-Ctrl-V, что переносит нас в меню построения точки исчезновения. Но вы знаете, что в изобразительном искусстве эту дресню в виде прямых линий, сходящихся в одну точку, используют для того, чтобы понимать правильные пропорции и перспективу. А с помощью фотошопа такие плоскости можно задавать автоматически. Ну, здесь много ума не надо, достаточно один четырехугольник сделать, опараясь на то, что мы видим. Представляя дорогу как плоскость, и просто потянуть до горизонта. Теперь возьмем какую-то надпись на асфальте, например, «Таня, дай мне шанс». Немного отрихтуем, скопируем, и опять зайдя в фильтр, разместим ее на тротуаре. Ууу, видали какая магия? А если еще включить хил, то оно так профессионально вклеит, шотание аж в гробу перевернется. Конечно, можно было бы попробовать таким образом и себя разместить, но это скорее будет выглядеть смешно. А мы люди серьезные, поэтому размещаем свое тело так, чтобы оно смотрелось пропорционально, и через Ctrl-T ставим точку поворота, это точка, вокруг которой происходят повороты масштабирования, на ту же линию горизонта, можно было бы и запомнить уже. Теперь при зажатом альте изменение размера будет происходить так, как мы хотим. Вот это чудеса, конечно, да? Уже нормально, но чего-то не хватает. Видите, материальные объекты иногда отбрасывают тень, и для пущего реализма мне тоже нужно ее добавить. Конечно, можно попытаться нарисовать вручную или воспользоваться стандартными генераторами теней, но, если бы я такое увидел, то скажу честно, прописал бы въебало не задумываясь. Мало кто знает, что в новых фотошопах из любого изображения можно сделать 3D-объект. Для этого достаточно запилить копию желаемого слоя и нажать на выдавливание 3D-объекта, что переносит нас в трехмерную среду. Здесь я могу им как угодно крутить, менять толщину, и самое интересное это придавать форму. Вы только посмотрите, какое чудо произошло. Но это не так важно. Гораздо важнее то, что оно автоматически создает настройку с освещением, и если мы на нее нажмем, то получим возможность контролировать угол падения лучей света, а значит и тень. Единственное, что так это нужно немного подергать угол и размещение 3D-камеры, так, чтобы оно совпадало с перспективой изображения. Достаточно сверить с парочкой прямых линий. Теперь остается только найти правильный угол, после чего настроить мягкость, и, как вы видите, оно все еще выглядит как кал. Потому что 3D-манипуляции это дело непростое, и для них нужна серьезная вычислительная мощь. Поэтому нам необходимо сперва выделить область, которую мы хотим получить в хорошем качестве, и нажать на рендер. После чего начинается процесс генерации тени. Я, кстати, удивился, что эта херня так много времени занимает, целых 3 минуты. Хорошо, что можно на полпути все отменить, нажав Escape. И так сойдет. Теперь я взял этот 3D-слой и растрировал, значит превратил в двухмерную пиксельную картинку. Вместе с тенью у меня тут остался 3D-объект этот. Я, если честно, не знаю, должно ли так быть, но всегда можно просто тупо взять и вырезать. Главное, что я теперь являюсь обладателем качественной 3D-тени, а также безупречного и крайне реалистичного фото. Финт с использованием синих плоскостей можно красиво использовать везде, где есть четко выраженные грани. Как здесь, например. Посмотрите, с забора обрисовали вандалы вонючие, как можно было такую красивую улицу испортить, граффитисты ебаны. И я думаю, стоит добавить в эту галерею хоть одну нормальную работу. Для того, чтобы охватить весь забор, нужно сделать перелом на другую грань. А именно, с зажатым контролом потянуть с левой кнопкой мыши за середину любой стороны. Таким образом, у нас выходит монолитная структура, на которой можно размещать изображение. Опа, нормально. Я бы даже полностью заменил тут все, если честно. Хорошо, что здесь есть такая штука, как штамп, который зарисовывает все с учетом перспективы. Достаточно просто с зажатым альтом клацнуть на область, с которой хочется склонировать, и начать рисовать. Ну, сойдет. Мне кажется, это лучшее, что могло произойти со стрит-артом в принципе. Ну что же, напоследок, я, используя самую простую манипуляцию, сделаю так, чтобы из моей руки вылетали оскорбления и обидные слова. На глаз довольно сложно определить перспективу правильно, поэтому в таких случаях лучше всего использовать полигональный тул, поставить галочку на звезду и убрать зубцы до 99%. И если поставить ее на так называемое место всасывания, то размещать оскорбления будет гораздо проще. Хотя, в моем конкретном случае это нихуя не перспектива, но выглядеть все равно будет красиво. Главное следить за тем, чтобы они были подогнаны под прямые линии. Конечно, стоит еще добавить свиста переделок по типу огоньков, немного скукожить и выбрать интересный параметр наложения. В итоге, то, что получилось... Ой, бля, я неправильно... Ну ладно, ничто не имеет значения. Я художник, я так вижу. На этом я бы хотел заткнуть свой рот и попрощаться с вами. Надеюсь, вы получили удовольствие от просмотра и бесценные знания, которые можно найти в сотне других туториалов по фотошопу, но только в них не будет матюков. Ой, да не важно. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok